Добрый вечер! В эфире «Вести» Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов сегодня в программе. Сегодня руководитель региона встретился с уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Ларисой Абазалиевой. В Черкесии в рамках года матери и ребенка состоялся торжественный прием для образцовок семей. Поселок Дамхурц на четыре дня собрал студентов вузов Северного Кавказа на первый южный слет. Завтра исполняется 152 года со дня окончания ожесточенной и разрушительной Кавказской войны. К жителям Карачаева-Черкесии обращается глава республики Рашид Темрезов. В результате Кавказской войны тысячи людей погибли в боях. Многие были оторваны от родной земли и разбросаны по всему свету, что не могло не отразиться на судьбах нескольких поколений адыгов, абазин, нагайцев, других народов. Нынешнее и последующее поколение должны помнить уроки Кавказской войны, чтобы никогда впредь не повторялись в истории трагические события тех лет. Только вместе в составе Великой России можно сохранить нашу уникальную национальную культуру, мир и согласие, царящие в родной Карачаево-Черкесии. Обращение подписал председатель Народного собрания Александр Иванов и председатель правительства Руслан Казаноков. Сегодня руководитель региона встретился с уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Ларисой Айбазалиевой. Рашид Темрезов поздравил детского омбудсмена с единогласным переизбранием на должность уполномоченного по правам ребенка. На протяжении минувших пяти лет вы очень плотно взаимодействовали в вопросах реализации прав детей. И я считаю, что институт уполномоченного по правам ребенка в республике состоялся. И по оценке помощника президента России уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова Лариса Хасамбиевна, является одним из самых лучших уполномоченных в стране. Это подтверждается теми делами в сфере защиты прав детей, которые сегодня делаются. Я бы призвал вас и дальше также взаимодействовать и поддерживать уполномоченного по правам ребенка, сказал Рашид Темрезов. Детский омбудсмен поблагодарила в Рио главы республики за приоритетное внимание к вопросам материнства и детства. История каждой семьи уникальна, но всех их объединяет вера супругов друг в друга и безграничная любовь. Черкесский в ресторане «Снежная королева» в рамках года матери и ребенка, объявленного указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова, состоялся торжественный прием для образцовых семей из городов и районов республики. Организатор мероприятия – Министерство труда и социального развития Карачаева-Черкесии. Мадина Каракетова продолжит. Нарядные, красивые и счастливые. Каждая из этих семей – маленький остров, крепость, которую никакие невзгоды и жизненные сложности не способны разрушить. От имени исполняющего обязанности главы республики Рашида Темрезова, главных героев дня, приветствовала заместитель и руководитель администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Валерия Круман. Тысячи матерей и отцов нашей республики достойны самых искренних слов благодарности, самых высоких наград за родительский труд, за то, что достойно воспитали своих детей, которые станут или уже стали достойными гражданами нашего общества. В Карачаево-Черкесии много многодетных семей, и в знак признательности материнского труда этот год был объявлен в Карачаево-Черкесии годом матери и ребенка. Это позволит нам сконцентрировать наши усилия вокруг решения проблем материнства и детства. Ведь не может быть больше славы для родителей, чем счастье детей. Поздравили семьи также председатель комитета по социальной политике, охране, здоровье, населения и экологии Народного собрания Елена Червонова, уполномоченный по правам ребенка Лариса Абазалиева и министр труда и социального развития республики Мурадин Кемов. В вашем лице позвольте мне от имени председателя правительства, от членов правительства Карачаево-Черкесской республики поздравить вас с этим международным праздником, праздником Днем Синий. В вашем лице пожелать всем семьям Карачаево-Черкесии счастья, здоровья и благополучия. В фильме-презентации, подготовленном Министерством труда и социального развития, была рассказана история каждой семьи. Да и сами мамы, папы и дети с удовольствием делились секретом семейного счастья. Семья Айбазовых из Черкесской интернациональная и многодетная. Глава семьи Борис Карачаевец, а его вторая половина Ольга – русская. Главное в интернациональной семье понять и принять культуру и традиции народа, к которой принадлежит твоя вторая половина делится секретом счастья Ольга. Я знаю, что буду невесткой в горской семье, и с первых дней совместной жизни стала ее частью. Я никогда не чувствовала, что мы разных национальностей. Наверное, поэтому и существует наш брак, поэтому мы и вместе. Но никогда не придавали этого значения. И дети, самое главное, тоже разницы никакой не видят. В нашей семье христианские, мусульманские праздники. У меня дети иногда даже путают, где чей праздник. Вот так мы живем. Айбазовы воспитывают троих дочерей – Дарину, Диану и Софью. Как и в каждой семье, у них были свои трудности. Но, рассказывая только, они только скрепляли супругов. А с рождением каждого последующего ребенка семья становилась лишь счастливее. Детям, читая Айбазовых, стараются дать самое лучшее. Свободные от учебы время девочки посвящают занятиям музыкой и танцами, знакомству с красотами местной природы. Воспитывают их Борис и Ольга преимущественно в горских традициях. Прививают любовь и уважение к традициям и истории братских народов. Это очень важно в многонациональной республике, делится Ольга. Детей трое. К сожалению, трое. Если бы могла, наверное, было бы еще больше. Вообще, не знаю. Для меня дети – это счастье. Трудностей очень много. Очень. Но это приятные трудности. Вообще, я что хочу сказать. Последние годы, вот заметно это стало и в нашем регионе, и вообще по стране многодетных стало больше. Я думаю, это и политика государства, и многое изменилось. Не только в обществе, но и в сознании самих людей. В сознании молодых людей. Вот хотелось бы, чтобы крепких семей, многодетных семей становилось каждым годом все больше и больше. Это очень важно, когда рождаются дети. Каждая семья – это отдельная и особая история. Одни – многодетные, других не испугала ответственность за приемных или особенных детей. В третьей – супруги гордятся солидным стажем совместной жизни. Но одно объединяет их всех – вера друг в друга. Непоколебимая любовь и готовность вместе противостоят любым невзгодам. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Смотрите далее в нашей программе. Он стал на защиту Родины и прошел всю войну. Наш репортаж о ветеринаре Великой Отечественной войне. Кипкеве у Мария Алиевича. Карачаево, Черкесию с рабочим визитом посетила куратор Музея современного искусства Екатерина Иноземцева. Поселок Дамхурц на четыре дня собрал студентов вузов Северного Кавказа на первый южный слет. Все это через несколько минут, а мы вернемся после рекламы. Продолжаем выпуск. Герои среди нас. В Карачаевске проживает ветеран Кипкев Умар Алиевич, который прошел всю Великую Отечественную войну. Вместе с остальными молодой учитель встал на защиту Родины. В гостях у ветерана Умара Кипкева побывала наша съемочная группа из Карачаевска, репортаж Оладинаевой. 9 мая прошло, но поздравления с Великим Праздником продолжают поступать. И сегодня в дом Кипкевых пришла делегация из мэрии Карачаевска. Начальник отдела ветеранов, инвалидов и пожилых людей города Расул Хубиев, ведущие специалисты Инесса Бирагова, Алина Джаубаева и руководитель правового кадрового обеспечения Тимур Гирюгов. Умар Алиевич, пришли поздравить вас с Днём Победы от главы республики Тимрезова. Ветерану Умару Кипкеву зачитали правительственную телеграмму и передали поздравления мэра Карачаевска Руслана Тикеева. Умар Алиевич работал в школе, когда началась война. Мирную жизнь и любимую работу ему пришлось сменить на фронт. С 1941 по 1944 год воевал на Юго-Западном и Украинском фронтах. Участвовал в Яско-Кишиневской операции и форсировании Дуная. По просьбе гостей ветеран вспоминает истории войны. При этом он становится очень грустным. Как-то на Дунае отбили немецкие автомобили, гружённые снарядами, но появились два вражеских самолёта, чтобы разбомбить эти машины, и мы разбежались кто куда. Мы с одним солдатом из Ростова спрятались в саду. Недалеко находился населённый пункт, рассказывает ветеран. На краю седа заметили навес, вот навес, а там под навесом подвал, открытый, сверху. Открытый, спрыгнули туда, потом набито соломой. Говорю этому товарищу, автомат держи, готови. Почему? Никого нету, говорю, что я буду держать. Я же приказ говорю, я говорю, здесь старший нет. Оказалось, что здесь скрывались четыре немецких солдата. Видимо, они были водителями тех автомобилей, делятся воспоминаниями у марки Пкеев. Их мы взяли в плен и передали нашим зенитчикам. Потом пошли свои ребята, которые охраняли машины, которые мы отбили от немцев. Мы посмотрели, выбрали машину. Сели, пробовали, мотор хорошо работает. И погнали в распоряжение части. В 1945-м у марки Пкеев участвовал в освобождении Чехословакии. Украшают грудь ветерана, орден Отечественной войны второй степени и медаль за взятие Будапешта. После войны в 1946-м у марки Пкеев работал учителем семилетней школы в Свердловском районе Джамбульской области, где жила его семья. А после возвращения на историческую родину, у марки Пкеев продолжил преподавание в родной марукской школе. В 1965-м и до выхода на пенсию был завучем производственного обучения марукской школы. У Умара Алиевича двое сыновей, дочи и внуки, которые окружают ветерана любовью и заботой. День Победы – главный праздник в нашей семье, говорят они. Мы все собираемся вместе и поздравляем нашего отца и дедушку. Но с начала 9 мая праздничный парад Великой Победы. Аладинаева, Аслан Баташев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачевск. Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетила куратор Музея современного искусства «Гараж», кандидат филологических наук Екатерина Иноземцева. В пресс-центре ГТРК «Карачаево-Черкесия» прошла пресс-конференция с участием министра культуры республики Мадины Гоговой. Впервые кураторы «Гаража» начали работу над региональным проектом, который предусматривает ознакомление с визуальной современной культурой. Они посещают различные города России с целью выявления людей по интересам. Я услышала от культурного атташе посольства Австрии Симона Мрази, который, я надеюсь, скоро уже приедет, с австрийским художником, который приехал в Москву и просто верещал, как подорванный относительно обсерватории. И вот вчера, наконец, мне удалось попасть, и надо сказать, что в восторге Симона я разделяю абсолютно это уникальное пространство, уникальное место, и храмовый комплекс, и обсерватория. Я понимаю, почему художники со всего мира могут найти здесь то, чтобы продолжать действовать, работать, чтобы в этой довольно уникальной природной архитектурной ситуации возникло то, что мы называем очень хорошим современным искусством. Наша цель основная — это вызвать интерес и понять, насколько у нас существует в республике вот это сообщество молодых творческих личностей, и потом уже самое главное — с ними работать и взаимодействовать. То есть у нас нет цели получить какой-то конечный продукт в виде художника-победителя с его одной-двумя-тремя работами. Нет, у нас есть цель — это работать и взаимодействовать со всем сообществом. Романтика дальних дорог, рюкзак за спиной, спальный мешок, каша, сваренная в котелке и песни у ночного костра дополняют картину, креативные конкурсы на эрудицию, спортивную подготовку и творческое мышление. Поселок Дамхурц на четыре дня собрал студентов вузов Северного Кавказа на первый южный слет. С ними по туристическим тропам прошлась и наша съемочная группа Фатима Даурова с высоты 1200 метров над уровнем моря. Окраина поселка Псемен — пункт сбора всех участников слета. Здесь происходит плановая посадка в специальный транспорт, предназначенный для труднопроходимых мест. Все распределены по своим местам и больше 40 километров почти бездорожья впереди до назначенного пункта — поселка Дамхурц. За окном проносятся шикарные виды, но и наша Нива не отставала, рассекая лужи. Больше двух с половиной часов поездки и созерцание за окном красот Лобинского ущелья, и мы на месте. Процесс освоения участков уже начался. Каждая команда расставляет палатки, натягивает тент от дождя, сопровождающего нас всю дорогу, и разводит костры. Самое время согреться. В первую очередь мы очень устали. Ехали около 13 часов, без проблем. Вроде бы добрались. Было, честно говоря, чуть страшно, когда поднимались на КамАЗе. Вот пока что я могу сказать. Бороться за звание лучшего клуба на Северном Кавказе предстояло пяти командам. Студентам из Дагестанского госуниверситета народного хозяйства, Северокавказской государственной гуманитарно-технической академии, Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева и студенческого клуба Пятигорского государственного лингвистического университета «Файв Хиллз». Поселок Дамхудс стоит отдаленно от других населенных пунктов. На территории всего лишь два оздоровительных комплекса. И именно здесь, на поляне спортивно-оздоровительного учебно-рекреационного центра Дамхудс проходит впервые на Северном Кавказе южный слет студенческой клубовой организации «Кавказский турнир». «Голодные игры-2016» будут проходить именно здесь. В них будут участвовать команды из 15 человек, которые будут соревноваться в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях. Итак, победа за сильнейшим. А на победу были настроены все основательно. Вечер первого дня. Идет регистрация участников слета. Каждый подходит и оставляет свой автограф в журнале пребывания и получает мешок с теплым пледом. Они как раз в такую непогоду оказались очень нужными. И кружку с лейблом первого кавказского турнира. Вечер знакомств прошел с яркими номерами. Затем уставшие от долгой дороги ребята разошлись по лагерям. И уже ночью, согреваясь у яркого костра, они делились впечатлениями от минувшего дня. Ехали полторы суток. Запомнилось, особенно последний участок, 42 километра бездорожья. Но весело доехали. Не зря оказались наши страдания. Очень красиво здесь на самом деле. Посмотрим, еще есть два дня впереди, три дня соревнований. Как все сложится. Утро. На часах ровно восемь. Туман над горами еще не расселся. Моросит мелкий дождь, а ребята уже выстрелись на утреннюю зарядку. Энергии и бодрости у всех хоть занимай. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. И ни погода тому не помеха. Идея провести южный слет возникла у студенческого клуба Пятигорского государственного лингвистического университета «Файф Хиллз». По аналогии такого же турнира, прошедшего в прошлом году на Селигере, в котором они сами принимали участие. Проект был поддержан на Северокавказском форуме «Машук» и, собственно, на грантовские средства и воплощен в реальность. После того, как мы увидели какое там состязание, после того, как мы в нем поучаствовали, условия были намного более суровые, чем здесь, мы поняли, что это интересно, что это следует показать нашим кавказским ребятам, что это нужно провести на юге в первый раз, для того, чтобы ребята могли так же, как и мы, на нашем примере создать свой студенческий клуб. Программа турнира была насыщенной и разнообразной. У участников не было ни одной свободной минуты. На поляне центра проходил и чемпионат СКФО по лапте – старинной русской игре. Чемпионом по лапте стала команда СКГТА, проявив большую смекалку и физподготовку. После таких нагрузок на свежем воздухе обед, сделанный на костре в полевых условиях, кажется еще более вкусным и полноценным. Незаменимый атрибут кухни туриста – консервы тоже идут в ход. После вкусного обеда и подкрепления сил команды выходят на следующий этап соревнований – фри-роап – переправа на канате, не касаясь земли. Это сперва кажется легким испытанием, но данный вид соревнований требует от участника особой ловкости, умения держать равновесие и быстроты реакции. Для молодежи это, прежде всего, общение, это, прежде всего, обмен культурами, обмен бытом и обмен этносами. Люди узнают друг друга, узнают другой этнос, и это способствует тому, что межнациональные конфликты, межрелигиозные конфликты уходят в прошлое. Это еще много знакомств. Борьба была очень жаркой, но лучшей из лучших стала команда из Дагестана. Но на фоне соревновательного духа не мерк и дух единения. Эту задачу ставили перед собой организаторы, чтобы за четыре дня, проведенных в полевых условиях, вдали от цивилизации, ребята проявили сплоченность и стали дружнее. И, кажется, им это удалось. Фатима Дорова, Аслан Баташев, Вести, Карачаево-Черкесия, Дамхурц. Завтра в 8 утра на Первом канале музыкально-развлекательная передача «Играй гармонь» будет посвящена Карачаево-Черкесии, а вторую часть смотрите через неделю, 28 мая. Московский театр Ростовых кукол представляет в Черкесии 23 мая 18.00 на сцене драматического театра детское интерактивное шоу «Маша и медведь». Это абсолютно новый спектакль по мотивам одноименного мультфильма. Хорошее настроение, звонки смеха и море удовольствий «Маша» гарантирует. Это все вести на сегодня. Удачи и до встречи. По сообщению синоптиков. Завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. Местами в горах ночью плюс 1, плюс 6, а днем плюс 10, плюс 15. В Черкесии переменная облачность, ночью слабый дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 19, плюс 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова